Продолжение следует... Продолжение следует... Для комфортной работы нам нужно сконфигурировать гид на нашем компьютере. Но тут тоже все неоднозначно, потому что есть следующий момент. У гита есть несколько настроек конфигурации, скажем так. И у нас у всех есть наш компьютер. Для гита это системные настройки, конфиг системный. Потом у компьютера может быть несколько пользователей. Такие человечки. Две девчонки и один парнишка. Вот. И это настройки глобальные для пользователей. Глобал. Нет, с одной. Глобал. И также каждый человек может участвовать в нескольких проектах. Проект 1. Проект 2. А это что-то неправильно. И проект 3. Для гита это настройка локальная. Для каждого проекта она может быть своя. Когда гид хочет узнать какую-то настройку, он ищет от текущего локального вверх до системного, чтобы найти тот или иной параметр. Например, конфиг глобал для меня. Посмотрим. Глобал. Так, так будет некрасиво. Вот. Гид. Конфиг. Глобал. Это настройки глобальные, как я уже сказал, чтобы их посмотреть, есть команда лист. Вот эти настройки сейчас уже установлены у меня на компьютере. На данном этапе хотел обратить на две. Они необходимы. Это юзернейм и юзеримейл. Для чего они необходимы? Потому что в процессе разработки мы будем делать коммиты. и записи о коммитах кто-то говорит или спросить, что-то хочет. У кого-то просто микрофон включен. Настройки пользователей важны, так как это будет отмечаться в каждом коммите. Кто его сделал, чтобы даже в истории было легче узнать, кто внес ту или иную правку в код. Советуют на разных проектах, например, чтобы у вас, например, рабочая машина, которая дома находится, и на работе другая. И там были настройки одинаковые, чтобы не было такого, что есть коммиты от Гладкова Андрея, а в какой-то момент коммитит Бэтмен. И непонятно, кто когда что коммитил и кто такой Бэтмен. А просто Бэтмен у меня это настройка, например, юзернейм на компьютере. Как же их установить? git config global user name если мы их выведем, вот она изменилась. И если я буду делать коммит, все вернется на круги своя. А давайте изменим обратно, чтобы не так было проще. И другие репозитории подвязаны к этому. Вот, также мы можем установить e-mail абсолютно так же. Тут вводим e-mail. И какой-то модуль. Неважно. Вот, также еще есть интересная настройка, которая позволяет нам с коммитами Сейчас вы подумали. Я ее настрою сейчас, а потом покажу, чем она отличается. Когда мы делаем коммиты, мы Так, сейчас я растерялся немножко. Я ее настрою, а потом покажу, что это значит. Мы можем заставить гид открывать подписи к коммитам и всякие текстовые редакторы не прям в терминале, а в нашем редакторе, с которым мы работаем. Вот. В данном случае это VS Code, и это будет вот так. На практике потом покажу, как это реализовано. И уберем, посмотрим. Что еще хотел сказать, что все настройки находятся А я вам даже сейчас покажу, как работать с этим. Если мне не изменить память, git config минус-глобал минус-е Вот. Видите, и все настройки, которые есть у меня глобально, они высветились в редакторе кода. Здесь я могу что-то сделать, сохранить, и это будет как изменение настроек. Сейчас пока тут делать ничего не буду. Вот. Также мы можем удалить какую-то секцию. Вот, смотрите, например, еще раз откроем. Вот у нас есть секция Алиасы. Мы можем удалить прям секцию из конфига. Remove section. Команда простая, называется remove section. Алиас. 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 Remove section. Алиас. Что-то я не так написал. А, конечно, я забыл global. Global. Вот. И также мы можем посмотреть, где находятся настройки. вот, видите, есть ассекция core, а Алиас ушел. Мы сделали то же самое, что в текстовом редакторе, только просто открыв файл, где конфиги хранятся непосредственно в гите. Еще, я бы сказал, прекрасная, божественная возможность есть у конфига это настройка алиасов. Например, что я имею в виду? Вот я введу команду, например, какую. Вот. Пес. Она гид о ней ничего не знает и говорит мне, что ты водишь. Но если мы сделаем, например, следующее. то если мы вернемся к этой команде, ну естественно нам нужен параметр global то вот они вывелись. Можно с помощью алиасов настроивать команды, которые вы часто используете. Но опять же, зачастую эту команду проще настроить конфиг global. Я могу без проблем это исправить. и тогда будет просто китлист, целист, все высветилось. Вот. Но иногда возникает потребность делать алиасы не на одну команду, а на несколько. Есть такая тоже возможность у гитар. Например, давайте я верну, чтобы вид конфиг, а нет, вид конфиг, я понял. так как тут несколько слов, взять в кавычки, чтобы это воспринималось как одна команда. и так aliasc конфиг и что ему не понравилось конфиг минуту глобал алиас почему сейчас минута не понял почему только что работал имеет множество значений. Видимо я случайно ему другую настройку задал. так конфиг вот так вот конф и теперь сделаем несколько команд о чем я и говорил чтобы так сделать нужно ввести следующее так как мы будем работать строкой кавычки алиас например user info в начале строки мы будем писать с восхлицательного знака и далее любые терминальные команды можем написать эхо что-то но в частном случае мы будем использовать команду гита так работаем так как работаем с гитом гит гит конф используем на шалиас который ранее объявили для бы шалиасы могут переиспользовать друг друга например user name точка запятой гит конф user e-mail e-mail gith gith user info вот он все что у нас есть это просто как пример как показывать что гит может делать сложные вещи сложные алиасы и выполнять сразу несколько команд вот но теперь давайте перейдем непосредственно к созданиям добавлением файлов в наш репозиторий мы добавили файл сохранили его и если мы введем git статус то мы видим что у нас есть неотслеживаемый файл гит о нем ничего не знает и добавить мы него этот файл в репозиторий не сможем потому что он пишет nothing added to commit нам нечего добавлять говорит Андрей потому что файл как вы знаете не проиндексирован мы можем добавить через add либо через прямое указание файла я люблю add посмотрим git статус и как видим изменения попали в индекс и мы можем их закоммитить так что еще хотелось здесь сказать следующий момент что если мы с вами добавим папку вроде мы добавили в проект папку но если мы посмотрим статус то ее тут нет дело в том что по историческим причинам git не умеет работать с пустыми директориями и не будет никак ее отслеживать но как только мы добавим давайте сначала сюда файл то мы увидим что у нас появилась директория он не укажет тут ничего потому что типа добавьте всю директорию чтобы я смог что-то понять ну вот и видим что в этой директории у нас оказался один файл так следующий момент ну как удалять в данном случае если мы хотим что-то удалить из индекса git нам сам подсказывает команды мы можем сделать так же все либо например один файл вот он вернулся на антрект чтобы удалить из антрект если мы решили вдруг что файл нам в принципе не понадобится и мы его добавили по ошибке ну не знаю например вот new файл some page some page some page html мы думали сначала она нужна а потом решили что не нужна но она уже есть мы можем естественно это сделать тут но так же git предоставляет свои команды для работы с файлом который не отслеживаем мы можем сделать clean минус f все и он ее удаляет то же самое работает если мы директорию файлы и директории только надо естественно указать и директорию а еще режим интерактивность вот так он не удалил не удалил минуту не понял а ее наверное из индекса надо сначала убрать а точно спасибо большое переумновался да из индекса конечно их надо все убрать кэш и пробуем нет все равно не хочет сейчас вспомню вот это мы интерактивный режим открыли для удаления remove на сердце вот это удалил так мы удалили директорию с файлом просто файл еще раз минус f файл директория и интерактивный режим ну чтобы можно было выбрать что именно мы хотим сделать с помощью подсказок гита и так же мы можем удалить наш индекс все наша директория чистая ничего нет это базовые команды по добавлением файлов хотел бы еще сказать что например можно добавить если получится сейчас определенными порциями так что я имею ввиду я имею ввиду следующие сейчас смотрите у нас один и тот же файл в разных состояниях мы добавим его и например сделаем что сделаем здесь делаем заголовок заголовок ну а тут в конце добавим какой-то скрипт неважно и изменим название документа на отечественное вот у нас получилось что есть какие-то не проиндексированные изменения но мы можем их добавить сейчас если мне память не изменяет я надеюсь она мне не изменяет с помощью флага P и вызова команды S на чанки на определенные блоки у каждого файла мы разбили на блок вот один файл им он говорит вот это мы будем добавлять или нет изменение документа мы говорим будем потом второй чанк заголовок и консоль лог мы будем добавлять а мы такие не будем и получается что у нас по-прежнему он в двух файлах но в индексе если мы посмотрим вот у нас документ без вызова скрипта и не проиндексированные изменения которые мы не сделали вот ну мы все добавим поупражнялись и хватит как говорится давайте пойдем коммитить у нас есть гид статус проверяем что тут все хорошо и делаем команду коммит коммит команда соответственно со своими параметрами и поэтому мы можем ее сделать несколькими вариациями если мы ничего не ведем гид коммит то так как мы сделали настройку core editor он спросит что ты хочешь сделать напиши какой-то коммит мы делаем первый коммит сохраняем закрываем и он говорит все коммит создан это рутовый коммит вот его айдишник например мы здесь что-то написали и хотим сохранить гид статус так как после рутового коммита команда немножко изменяется и нам становится доступна команда restore раньше она была другая но вот версии 2.23 в gt они все унифицировали и restore и restore staged что я имею ввиду что когда мы начнем если вы вызовем restore этот файл он отменит изменения если мы добавим в индекс эти изменения он уже попросят вызвать ее со флагом restore staged что уберет ее из индекса и оставит просто в директории так ну давайте мы что я хотел сказать вот еще можно с помощью посмотреть с помощью коммита какие изменения я хочу внести и он покажет что ты хочешь добавить под заголовок коммит я отменил я отменил коммит ну как бы можно его сделать но я отменил и это просто просмотр того что вы хотите сделать в коммите ваших изменений но чтобы не открывать но чтобы не открывать редактор есть очень простая команда месседж добавили под заголовок под заголовок добавили под заголовок все и у нас новый коммит статус чист как мы видим и нечего коммитить но тут еще хотел поговорить про что про важный момент как работать с коммитами почему вот я сейчас писал добавить заголовок первый там коммит и прочее потому что коммит коммит это строительный блок нашего проекта и очень важно вот у нас один коммит второй коммит и вот так вот строится наш весь проект постепенно выкладываем кирпичики и прочее и прочее главное чтобы коммиты были осмыслены например если мы разрабатываем интернет-магазин это будет там welcome page мы добавили потом мы добавили скрипты к ней здесь мы добавили 404 страницу и прочее важно в коммите делать что-то одно так как это поможет впоследствии людям которые будут работать с проектом быстро понимать где что было изменено и вот это вот когда коммит несет единственное значение называется атомарностью и с этим очень удобно работать большой компанией потому что если например что-то было не так на странице 404 это можно быстренько найти потому что коммит был так и подписан назван но часто встречаются на практике другой момент что у нас вот тут welcome page сделали первый коммит нормальный потом добавили скрипты к welcome page ну а потом долго работали и добавили все остальное как в этом разбираться и что тут искать непонятно как это дебажить хорошо если человек с вами работает а если нет и пришел какой-то другой человек и как в этом разобраться согласитесь вот тут намного проще когда все идет последовательно логично и атомарно так про это сказал теперь хотел бы еще несколько команд вам продемонстрировать например вы добавили заголовок но очень часто бывает что ну забыли еще что-то добавить сейчас на данном этапе хотел бы немножко вам еще показать команду getlock которая показывает что ваши коммиты сохранены мы еще до нее дойдем это просто чтобы было наглядней у нас всего два коммита первый коммит и добавили подзаголовок а теперь мы поняли что подзаголовок должен иметь другой вид должен иметь другой вид сохранили добавили в индекс и мы можем не мы можем не делать новый коммит а изменить предыдущий вот такой вот команды а мы а мэсэдж и правильный подзаголовок добавили правильный добавили правильный подзаголовок можем изменить сообщение но можем не менять и просто указать флаг но edit у нас нет изменений нигде смотрите история наша чиста git статус добавили подзаголовок и единственное что обращаю внимание что когда вы делаете amend вы по сути перезаписываете коммиты смотрите у этого был один идентификатор а у этого теперь другой то бишь история немножко меняется но количество коммитов не меняется вот чтобы ну так пока маленькая плюшечка которой я буду пользоваться удобно выводить git log флагом онлайн в онлайн так проще смотреть и ориентироваться вот мы сделали несколько коммитов давайте например еще сделаем все-таки файл index.js index.js с функцией видимо в том, что это не так написал я не помню вот function который просто будет печатать текст консоли и мы его условно подключим этот скрипт здесь вот так и теперь будем вызывать вот такое небольшое изменение они нам потом понадобятся и мы сделаем еще один коммит с новыми для вас параметрами мы можем не добавлять ничего сейчас в индекс хотя нет получится потому что у нас есть один неотслеживаемый файл сейчас статус вот вот и мы добавили индекс в наш проект и можем сделать быстрый коммит минус аэм это add и message сейчас сейчас git минус аэм добавили скрипт все и сразу два файла добавились если файлы есть в проекте и проиндексированные ну как бы ранее проиндексированные это не только что новый файл и git о них знает мы можем не делать git add а вот этой командой сразу делать commit вместе с сообщением условно так теперь теперь про отмену коммита например мы сделали и и и и поняли что это нам не нужно и мы хотим его отменить все очень просто команда называется git розет как мы помним head это ссылка на ветку и на последний коммит в этой ветке получается но мы можем просто сделать git reset head минус 1 вот и он вернет изменения которые у нас были видите уже в рабочую область проще показать даже вот тут вот он вернул их давайте добавим еще раз добавили скрив 2 и я хочу показать что у git reset есть несколько флагов по умолчанию он вызывает reset со вкладом mix со флагом mix и это означает что просто остается в рабочей директории изменения но можно сделать со вкладом со со с флагом soft и тогда изменения уже будут в индексе но также можно и вызвать вклад почему-то хочу вызвать вызвать со флагом hard hard и тогда у нас изменений не останется видите все он ушло hard полностью их отменяет и убирает из рабочей области из индекса вот еще давайте еще раз покажу вот мы сделаем этот глупый коммит условно и мы поняли что он нам не нравится но уже возможно разлетелся по другим разработчиком ушел куда-то в репозиторий и мы можем его отменить ну как бы так отменить коммитом отмены мы просто говорим git liber и вот и он показывает что он отменяет вот этот коммит 6f0 6f0 добавили скрип мы да вот так нас все устраивает все и в историю попадает именно отмена коммита это полезно когда вы работаете в команде чтобы другие у других разработчиков не поломалась история я бы к этому мы еще вернемся позднее вот видите у нас есть добавили скрипт поняли что он глупый и отменили его добавление так теперь когда мы поделали коммиты хотел бы поговорить немножко про объекты и что в них находится например мы можем более подробно посмотреть по коммитам с командой git show git show его название и мы увидим что в этом коммите было отменили ранее изменения или любой другой коммит который у нас был интересный там добавили подоголовок посмотрим в котором добавили скрипт вот этот там потому что несколько я думаю будет объектов и для изучения это интересно это все что мы добавили и он видит еще показывает что мы добавили сам скрипт но сейчас речь не об этом коммит у нас добавили скрипт вот этот беру его идентификатор и я вам говорил что мы можем залезть в эту директорию условно и там мы ничего не увидим интересного особенного потому что там будут только хэши но используя git мы можем посмотреть что в этих файлах находится по идентификатору так забыл нужно указать флаги если мы укажем флаг п тип объекта и вот видим его тип что это такое это дерево ну в частности это commit но commit подизнает бед собой дерево и оно ссылается например вот на это дерево оп можем также посмотреть например что это за объект а это дерево просто это не commit видите у него нет ни автора не коммит это объект в котором есть три вот эта папочка src потому что это дерево и блок и например нам интересно что мы можем посмотреть содержимое вот этого блога. Можем посмотреть? Я думаю без проблем. Даем иммунификатор, меняем флаг найти содержимое. П содержимое, а Т тип перепутал. Вот видим прекрасно что у нас тут произошло. Что мы конкретно сохранили в этом объекте? Это про объекты гид. Извиняюсь, я тут вам обещаю, слайды не переключаю. Это вся презентация будет сделана как подсказочки для использования, которые вы сможете потом пробежаться, что-то вспомнить. Так, псевдонимы, добавление и удаление, коммиты. Вот, про коммиты сказал вроде, про эти фуи. Так, это что касается объектов. Так, коммиты, отмена, объекты. Теперь перейдем к веткам, дорогие друзья. Я постараюсь не сильно вас задерживать, потому что информации много, но у нас у нас в целом обзорная о командах. Напомню, что ветки это изолированный поток разработки, в котором не видны коммиты из других веток. Для чего ветки хороши. Например, мы идем и разрабатываем. Вот у нас там ветка мастер. Один коммит, другой, третий. И тут мы поняли, что хотим, мастер у нас сейчас тут, что-то придумать, попробовать и делаем другую ветку. Они будут ссылаться оба на один и тот же коммит. И переключаемся на нее, разрабатываем, разрабатываем, разрабатываем. Все у нас хорошо. Помимо этого, в ветке мастер разработка тоже может идти без проблем. И условно, если у нас что-то не так пошло, мы понимаем, что это неинтересно, то, что мы разрабатывали, то мы без проблем можем удалить это. Не повлияет это ни на кого на это не повлияет. И лучше, конечно, когда будет другой момент, когда то, что мы сделали, это круто. И мы сольем их. Сейчас, что-то не так. Оп. Все. И мы сольем их в одну ветку. Об этом мы тоже расскажем. Расскажу. Расскажу. Это Merge Request называется. Merge. И мы о нем тоже поговорим. Вот. Поэтому работа ветками, ну, гид очень легко позволяет переключаться между этими ветками и разрабатывать в них. Что нам нужно, чтобы создать новую ветку? Да, просто знать команду гидбранч. Например, там, фича 1. Капитанч, извиняюсь, гидбранч. Вот. И у нас создалась новая ветка. Как мы можем это посмотреть? Вывести их все. У нас есть мастер и F1. Как мы можем переключиться на нее? Гид. Checkout. F1. Все просто. Видите, у нас теперь текущая ветка F1 подписана. Не забываем, что ветка – это ссылка на коммит. Но коммитами, принадлежащими ветке или находящейся на ней, называются все коммиты, достижимые от вершины, от хэд до первого корневого коммита. Когда мы переключаемся на какую-то ветку, происходят фактически две вещи. Перезаписывается указатель хэд. Перезаписывается указатель хэд. И достаются данные из репозитория и помещаются непосредственно в текущую рабочую директорию. Из репозитория в директорию. Что интересно, что с помощью чекаута мы можем с вами переключиться и на отдельный коммит. Что не очень хорошо, и я сейчас расскажу, почему. Вот, например, вот этот. Мы можем переключиться не только на ветку, но и на один коммит. И видите, сколько нам всего написал гид. Вкратце мы попали в состояние оторванной голова. Потому что, как мы знаем, ветка ссылается на последний коммит. А мы передвинули хэд с этого указателя на ветку на какой-то непонятный коммит. Как это выглядит? На практике. На практике это выглядит следующим образом. Вот у нас была история разработки. Оп. Здесь мы сделали ветку, сделали коммит. И мы... Вот у нас ветка future. Решили переместиться просто на какой-то отдельный коммит. Условно это вот так вот. Он не привязан ни к чему. И если мы начнем дальше делать коммиты, то они не будут не привязаны к какой-то ветке. И если мы обратно вернемся на эту ветку, то эти коммиты будут недостижимы. И они... Так как они ни к чему не привязаны. И гид их с течением какого-то времени просто удалит. Ну, как условно, как сборщик мусора пройдется и удалит. Поэтому рекомендуют, если вы перешли на какой-то коммит, то делайте из него ветку. Иначе это станет недостижимым коммитом. Ну, типа с какого-то состояния ветку. Опять же, и еще такой момент. Вот мы перешли... Вот вы помните история. Мы перешли на вот этот коммит. Вот. Ну. Но ветка у нас находилась на вот этом. Если мы вызовем... Нет, мне не нравится. Гитлок. То мы все не видим больше. Нам некуда идти. Мы знаем, что коммит есть, но куда идти, мы не знаем. Благо мы помним, что ветка называлась F1. И она восстановлена. Все. Мы вышли в состояние Detached Head и вернулись к предыдущему. Можно очень легко потеряться в состоянии Detached Head и будьте с ним осторожны, если придется работать. Обычно оно нужно, чтобы просто перейти куда-то, посмотреть, что было, что, ну, в тот или иной момент времени. И если надо, сделать с этого ветку. Теперь про веточки немного поговорили. Хотел бы рассказать про отложенные изменения. Например, мы сейчас на ветке F1 тут решили добавить не знаю, print ну, что-то print load что-то поделали. Потом еще решили добавить какую-то страницу. Например, 404. И нам все срочно говорят. Прибегает там TeamLead и говорит нужно переключиться обратно на ветку, так что все бросай и делай. Ну, и делай что-то там на мастере. Что делать? Изменения не хочется терять. Существует команда GitStash. Она берет незакомиченные изменения и удаляет их из индекса и скажем так репозитория не репозитория из рабочей директории и архивирует их. Если мы просто GitStash например, вот GitStash пойдем по порядку. У нас осталось только 404. А то, что мы добавили в индексе пропало. Как нам посмотреть изменения, которые мы застэшили. GitStash List. Вот. У нас вот тут и тут есть такое-то изменение. Если мы хотим его достать, мы делаем GitStash Pop. Оно достается. Вот. Если мы хотим например состэшить изменения и сделать к нему какой-то комментарий. функция принт лоадит. Вот. И теперь если мы посмотрим на GitStash то он уже с валидным для нас понятным описанием. Также мы как видели если мы используем GitStash Pop он достает и удаляет из набора. Но мы можем применить функцию Apply. Тогда он ее достанет но из набора не удалит. Она тут по-прежнему осталась. Так. Это что касается GitStash. Так. Мы видели что он не работал с Antract файл. А для этого есть команда GitStash собственно минус у Antract и видим что его больше нет. GitStash List Можем достать по номеру GitStash Конкретный набор ну да значит GitStash так как у нас здесь собачка для WinD это проблема то вот так в командах WinD в командах где есть собачка надо использовать кавычки это что касается отложенных изменений вот так про чекавы про ветки переключения и отложенные изменения пока все понятно никаких вопросов нет извините просто я понял что я бегу и вообще о вашем самочувствии не спрашиваю пока все окей все понятно кто-нибудь здесь я только недавно стал стэш использовал супер ну да это очень вообще крутая команда сами сейчас пользуюсь остальные живые более-менее надеюсь двигаемся дальше пока никаких вопросов нет живые живые да все ок вот еще мне кажется я вспомнил что 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 мы можем переключить файл да точно мы можем переключить смотрите мы можем переключить файл до определенного коммита не до определенного коммита извиняюсь чтобы неправильно не было а вот сделаем чтобы были правильные коммиты минус м так как файл в индексе добавили функцию принц вот и сделать быстрый коммит про коммит мне кажется я вам еще забыл такую вещь сказать что мы можем быстро закоммитить один файл сейчас если нам надо без добавления в индекс коммит нет а мы же новым так тем получится к сожалению надо его добавить если как он не отслеживаем все но вообще так можно делать добавить конкретный файл когда гид о нем узнает сейчас я вам это точно покажу вот что я имел ввиду вот мы какие-то изменения здесь например сделали заголовок внесли и и здесь какие-то внесли вот у нас где статус появился и нам нужно быстро внести вот например заголовок 404 то вот эта команда теперь сработает потому что гид уже знает об этом файле он отслеживаемый и нам не пришлось добавлять его вот через гид ад гид в индекс гид коммит позволяет быстро с указанием пути добавить один какой-то конкретный файл вот что еще вспомнил так и и и и мы можем например вот про чекаут переключиться на конкретную версию файла например гид чекаут гид чекаут и гид чекаут гид чекаут вот это наш файл и мы можем переключиться на его состояние вот что было с этим файлом на вот этот момент времени как сделать обратно все очень просто так как мы находимся в ветке и самое свежее у нас состояние мы все вернули вот прикольно не знаю не пользовался но захотел вам рассказать об этом вот что важно еще важно знать что гид хранит вашу личную историю перемещений хэд она называется рефлок когда мы переключаемся между ветками и детач состояниями которые я демонстрировал а история может быть большой и мы не всегда можем вспомнить хэш функции или там ветку на которой не хэш не хэш функции извиняюсь а хэш коммит из которого мы уходили или название ветки где мы там что смотрели гид хранит нашу историю перемещений в рефлоке он находится нет не тут мы можем вызвать гид рефлок вот это вся история нашего перемещения вот как мы скакали вот что мы вот ушли на состояние и вот детач хэд и что вернулись с него к ф1 вот тут все записано сам этот файл находится опять же в той же нам любимой папке гит там вообще все просто все что есть в гите есть в этой папке локс если не изменит память да вот ну это все что он записывает хочу сразу сказать что есть настройки в конфиге вот на презентациях можно увидеть это время в течение которого хранятся записи в журнале ссылок ветки и в течение которого недоступные записи в журнале в течение которого хранятся недоступные записи вот и им нельзя поделиться рефлок локален и работает только на вашей машине у других он не сработает вы не сможете его как-то отдать кому-то да и им не нужно вот но удобнее работать с рефлогом вот так как видите он выводится очень просто и вкратце это сокращение команды если все вот вот да это сокращение такой же команды git log онлайн и вот g означает что обратись к рефлогу а так как это лог обычный git log мы можем работать с ним и задавать ему определенные параметры если вам нужно это вот он вывел такую дату можем заменить например сделать и он покажет относительно как давно что мы делали ну типа сколько времени назад это тоже очень удобно также мы можем перемещаться git check-out и использовать и использовать указатели из рефлога сейчас только я выведу его в обычном формате вот например берем вот эту функцию почему функцию берем вот этот айдишник и так как у нас есть здесь собачка мы можем переключить но это будет опять потому что мы просто переключились на commit git check-out где мы были на f1 сейчас так вот например вот этот можем торгить все мы установились опять в истории это я что хотел сказать при рефлог если вы где-то потерялись или не поняли где вы находитесь то это очень удобное подспорье для того чтобы вспомнить на какой коммит с каким названием там или где вы остановились в разработке как бы как шпаргалочка теперь раз мы говорим про рефлог посмотрим на обычный лог ну вот так он выводится как бы в стандартном своем режиме но как мы выводили его git лог в онлайн в онлайн так вот но также мы можем вывести его например с разными флагами проекте проекте в онлайн также но видите большие нас хэши чтобы этого не было можно добавить обрыв коммит коммит вот и будет очень краткая запись по поводу еще очень важной функции потому что у gitlogа есть много параметров вплоть до покрасить в цвет как это все будет выводиться у китай есть git help который откроет браузер и тут вы можете узнать все что хотите вот чтобы долго не зависать на gitlogе покажу еще что вы можете например сделать свой формат это полезно сделать свой формат вывода gitlog pretty формат и ну так условно мы видим хэши относительное время это все можно посмотреть в pretty формат так называется вот здесь вот все эти аббревиатуры вот они начинаются и в help это все есть и например сейчас да там нет источник источник по-моему источник и давайте выведем вроде автор вот мы или формат который нам нужен чтобы добавить цвет цвет применяется применяется к строке от того где я сейчас укажу этот параметр до конца например вот вот что я имею ввиду и например также цвета могут быть чтобы не заморачиваться и не вспоминать какие у них есть названия могут быть стандартные в РГБ например 78 дб е2 это аквамарин вот пожалуйста это также можно сохранить в конфиге вывод формата вот это в этом в презентации у меня указано как это сделать поэтому я вам не буду сейчас долго об этом рассказывать о чем бы хотелось сказать дальше о просмотрах конкретного коммита но перед этим на данном этапе пока все понятно что происходит команды там никаких замечаний нареканий нет все окей супер нужен перерыв уже час просто даже больше перерыв нужен я думаю нажмем сколько у тебя еще осталось еще на час наверное мне не нужен мальчики девочки я просто через минут 20 тихонечко уйду а так перерыв не перерыв лучше сразу тогда что лучше сразу продолжить не лучше продолжить да я сколько смогу посмотрел потом записи присоединяюсь на занятиях делают перерыв делать кофе-брейк ты организовал кофе-брейк у тебя есть кофе-печеньки нет у меня есть ореховое безе вот так у тебя у нас нет продолжи так еще функция полезная вот мы посмотрели об истории разработки в целом какие коммиты как они располагаются как их уводить их не полезную информацию также мы можем посмотреть информацию о отдельном каком-то взятом объекте о коммите ну и это называется команда git show например если мы укажем какую-то ветку то это опять же помним ветка это ссылка на последний коммит что было в этом коммите последнем пожалуйста указано можно вывести формат опять же есть форматирование пройти пройти вот но на самом деле тут добавляются в коммит просто коммит ордейт и автордейт потому что для гита есть человек который создал код а есть человек который его закоммитил например я мог создать код и сделать коммит а человек его потом переиспользовать взять этот коммит и в своей ветке добавить автор будет один а коммит другой поэтому гит делает эти пометки что еще интересно нам чаще всего не важно там какой-то конкретный коммит например вот последний мы можем взять посмотреть коммит два коммита назад что было я добавил вот и он показывает что была разница между в индекс.js и он ее выводит так можно действовать с ветками с хедом с рефлогом собственно тогда мы делаем а так не забываем кавычки и смотрим из рефлога можно сделать с каким-то определенным например вот коммитом от этого коммита что было два коммита назад вот добавился print high ну можно путешествовать смотреть информацию какую-то можно также смотреть например как изменился конкретный файл в каком-то коммите тогда мы просто добавляем к нему путь вот что было ну он полностью добавился что ну наверное по git show это все его возможности ну на данном этапе мы понимаем что он может показать что произошло на ветке на коммите мы можем перемотать от определенного коммита назад мы можем посмотреть у любого коммита конкретный файл что было там в тот момент времени теперь еще важная команда git blame это посмотреть кто что сделал кто что сделал на какой строке например мы можем посмотреть наш файл скриптов вот все ну тут я только дел но суть в том что в других проектах это будет понятно у каждой строки будет свой код например мы можем вводить тут с параметрами если нам нужна такая дата длинная мы можем сделать опять же reali reali без калыч вот можем вывести short не суть можем вывести конкретные строки для этого мы добавим параметр перед путем 3 5 через запятую нет сейчас да забыл пробел в этом выведет только строки которые нас интересуют это что касается просмотра определенного файла определенного набора изменений есть команда git show и git blame теперь перейдем к команде give div выводит разницу которая есть в несохраненных изменениях не находящихся в индексе находящихся в индексе между ветками вот у нас есть две ветки например мы можем вывести разницу между ними это у нас мастер и f1 и вот видим что какие у нас изменения git все это вводит в консоль мы можем при выводе вы увидели что например вот тут он добавил несколько файлов несколько строк которые нам не важны и мы можем сказать этой команде что выводи нам только то что надо добавим вот этот параметр тут может быть любое количество строк 3 сверху 3 снизу там я ставлю 0 чтобы показать что чтобы только изменение было видно все вот видите только изменение в прошлый раз вот эти вот строчки он захватил тоже команда гигдив может сравнить вообще абсолютно все что я имею ввиду мы можем взять и сравнить у этой ветки файл индекс html а у этой индекс и он покажет ну видите сравнение что с первой по две абсолютная разница и так же дальше вот он пока что не знаю зачем это может быть но вот команда мощнейшая она может даже сравнивать разные файлы если вам не нужно конкретно файлы какие-то посмотреть вы можете только указать имена имена не содержимое файлов а имена можно вывести у тех же веток вот между этими ветками разница вот в этих двух файлах так это наверное что про команду сравнения теперь ну так же можно вывести если мы не все простите тут например мы сделаем дополнительный заголовок здесь дублируем эту функцию и мы можем вывести все что мы нашкодили git div все что мы добавили он выводит но это не индексованные изменения если мы сделаем добавим их в индекс эта команда уже ничего не выведет тогда надо будет использовать git staged или кэш все все то же самое вот отменим все что я сейчас сделал потому что это просто было ради эксперимента все изменилось и теперь мы перейдем к важному моменту это слияние что которое я уже описывал слияние может быть двух видов наверное вот тут проще показать первое слияние это когда мы делаем коммиты делаем разработку дальше здесь у нас мастер потом мы создаем новую ветку делаем коммит делаем коммит новая ветка у нас будет называться f1 как у нас и когда мы делаем слияние то по сути git просто смотрит что больше изменений нет и вот этот вот head который у нас есть он просто переносит сюда соответственно и ветку мастера он просто перематывает историю разработки и такой способ слияния называется fast forward и git о нем будет писать давайте продемонстрирую мы переключимся на ветку нашу мастер стандартную git check out мастер мы помним что мы от нее отбранчевались и ушли в ветку f1 поэтому будет мержить ветку f1 git merge f1 в мастер и вот он нам написал fast forward перемотка произошла он добавил никаких изменений нет все окей есть еще второй случай если вдруг нам надо будет откатиться на то состояние которое было в мастере но это было миллион коммитов назад мы уже этот коммит не помним что тут было и как он назывался мы не знаем ну не помним не суть важно потеряли для этого гид специально имеет небольшую пометку как всегда у себя под капотом это тот коммит с которого мы ушли то бишь он так и назывался то есть мы можем на него переместиться а если нам что-то не понравилось сейчас сейчас git git reset git reset hard и мы можем использовать не коммит а зарезервированное git слово все и мы вернулись на то состояние мастера которое было до мерджа потому что git любезно его сохранил но опять же git он очень гибок и несмотря на то что хэт остается здесь был создан ранее коммит по которому мы переместились сюда если мы просто сделаем git checkout f1 мы обратно вернемся но это очень простой случай и зачастую он случается крайне редко бывает второй когда мы разрабатывали разрабатывали и вот на этом этапе решили отделиться у нас здесь пошла своя разработка но тут тоже разработка не стояла и она двигалась и тогда git будет применять уже он перемотать не может потому что что он будет перематывать вот это сюда он не перетащит это ну никак невозможно ему нужно создать новый коммит в который войдут изменения это может быть простой коммит и не будет никаких проблем как сейчас продемонстрировал например мы добавили функцию здесь мы так давайте сделаем так принт войдет на мастере здесь сменение есть мы закрепим его потом переключились на f1 и здесь ну и например подключили тот же скрипт только здесь наши изменения они никак не пересекаются поправлены разные файлы и сделаем коммит добавили скрипт в 404 вот и чекаут мастер так и git merge f1 вот уже у нас он говорит другая стратегия слияния он сравнивал файлы и ветки что я имею ввиду он брал когда происходили коммиты мерч точнее он взял базовый коммит git он это git где разделились где ветки разделились и потом сравниваем вот это будет версия base мы на мастере поэтому это hours а это there и он сравнивал три значения если он мог сам разрешить их то он разрешает и не требует вмешательства разработчика но бывают моменты когда не получается git разрешить самому и вот еще маленький момент забыл сказать что когда я вам сказал про original head это откуда мы коммитим а еще git создает файл merge head git запоминает коммит с которым мы осуществляем слияние создается файл так git merge head должен быть минуточку сейчас я знаю что есть вспомнил вспомнил конфликт отменим просто чтобы отменить merge мы сделаем просто отмену коммита и тем самым мерз будет отменен потому что коммит так 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 забыл ему кое-что сказать что у нас git статус git статус modify вот что хочу показать вот у нас вот этот коммит и у него если вы увидите как раз то о чем я говорил на предыдущем занятии два предка то бишь именно так git узнает что это merge коммит когда мы делаем merge он записывает обоих предков а теперь сделаем конфликт git отменим git reset наш коммит все вернулись на круги своя и в мастере мы теперь вместо вот этой функции давайте это оставим сейчас в истории посмотрим изменили принхай изменили принхай значит чтобы сделать конфликт нам нужно один и тот же файл изменить одни и те же строки изменить в разных ветках значит здесь мы просто сделаем print print минус м минус и если мы теперь вернемся к мастеру и смержим osf1 то мы получим состояние конфликт один и тот же файл был изменен в разных версиях в разных ветках вот теперь вот теперь гид запомнил с какой веткой мы мерзлись и теперь этот объект есть вот мержинг и это ссылка на ту ветку с которой мы осуществляем слияние мы сейчас в мастере значит это ссылка на ветку f1 вот что здесь мы можем посмотреть при слиянии ну во первых при слиянии мы должны разрешить конфликт что оставлять что нет мы можем непосредственно в терминале взять какую-то из версий проекта например мы знаем что в f1 вот in common changes данные нам нравится больше значит мы можем переключиться на это я как-то уже говорил об этом но сейчас вы увидите git checkout theirs изми их неизменения те что мы берем их их theirs и какой файл у нас файл index.js все видите мы взяли входящие данные из конфликта соответственно hours это наши у нас print high вернулся и мы можем вернуться к состоянию конфликтному это мы должны переключиться merge git checkout merge и опять же интерфейс нас попросит разрешить эти конфликты также можно посмотреть эти все что мы проделали сейчас в интерфейсе программы мы можем просто посмотреть в терминале с помощью команды git show git show 1 это будет общий предок там где разошлись версии и файл так git show src index index jx вот в предке просто были print high console log high в нашей версии в мастере было вот так мы добавили high all ну и то что приходит нам извне это сливаемая версия вот там идет просто print это как бы способ разные способы посмотреть одного и того же если у нас есть программа мы можем посмотреть в ней через idf просто изменить версию определенного файла или же посмотреть в терминале вот что я еще хотел вам сказать по этому поводу давайте разрешим конфликт мы конечно же возьмем версию новую потому что нас больше устраивает и посмотрим вид статус мы вроде разрешили конфликт но проблема до сих пор осталась потому что гид считает что для него в его области знаний мы еще не разрешили так как идет отметка что в обоих файлах в обоих ветках эта модификация произошла она не проиндексирована она не проиндексирована поэтому нам надо ее проиндексировать что мы можем сделать мы можем добавить в индекс мы можем добавить в индекс и выбрать команду вызвать гид контине кит мерч контине посмотрим это эта операция открывает окно для коммита чтобы мы подтвердили да мы хотим закрепить все разрешение конфликта произошло также мы могли его отменить гид мерч и борт подсказочках все я это подробно описал про отмену коммита я уже говорил что мы можем делать гид резет и отменить именно последний коммит потому что в рамках гид я еще раз покажу это достаточно простое состояние вот у нас есть ветка она разделилась здесь осталась новая разработка и когда мы делаем мерч мы создаем просто новый коммит с определенным набором изменений если мы в текущей ветке уходим назад коммит становится недопустим мы его отменили все никакого мерча не было ну и мы можем вернуться по хэшу по аббревиатуре head и из рефлога достать также далее хотел поговорить про семантические конфликты и проблемы перемотки семантические конфликты что я имею ввиду например у нас давайте опять порисуем так будет нагляднее велась разработка с этого момента кто-то отбранчивался а тут она продолжалась и потом она ссылась вот на этом этапе у нас была функция print в этом коммите ее изменили и стали и она стала доступна с аргументом без аргумент она больше не вызывается но человек который делился от тут у себя в коде продолжает вызывать ее просто так и и когда он сюда замерзится конфликтов никаких не будет потому что он просто в какой-то строке вызвал эту функцию что я имею ввиду есть функция print например текст в одной версии здесь мы вызываем текст а до этого была просто print и вот здесь например он ее вызывает такую а файл то поменялся вообще другой конфликта никакого не будет все с точки зрения гитар распределено верно но именно сам проект будет сломан работа будет нарушена то бишь вызов этой функции приведет к ошибке это конечно завышу притянутая ситуация но тем не менее это имеет место быть и у нее даже и это ситуация есть определение семантический конфликт это конфликт по смыслу ну а не по месту в файле второй момент проблему перемотки у нас есть наша стандартная история разработки здесь мастер здесь мы нашли новую ветку и пошли дальше в какой-то момент мы решили смержится и мастер с хэдом перенеслись сюда теперь это и мастер и хэд как нам узнать мы и мы получили в результате например нерабочий также проект как там узнать куда откатиться потому что все теперь вы в истории ничего нет не сказано что это какая-то ветка конкретная была что это вастер нет это все теперь одна ветка так как у них нет не было мерзш скажем так реквестов а он просто перемотал он это гид и мы очень с трудом найдем предыдущее рабочее состояние и нам придется вспоминать комметы искать или флоги и там уже смотреть где была нормальная рабочая версия проекта поэтому это проблема стандартная и вот есть определенные флаги такие как гид конфиг мерч отключают перемотку навсегда чтобы не было она доступна либо разработчиком бить по рукам и и вызывать функцию мерш но фр дел слияния всегда заставляет эта команда так еще есть вот гид сквош для чего эта команда создана для следующего момента у нас например будет новая ветка гид чекаут фича 2 от мастера мы не да мы же должны новую создать вот и здесь я чего только не делал я например залез вот сюда и говорю тут будет под заголовок делаю коммит я сейчас опять же упрощенной ситуации к тому что когда мы что-то делаем но не хотим никому показывать что мы делали мы какие-то делали глупые коммиты глупые силы движения или просто по незнанию или по невнимательности и допустим мы коммитим этот темп ну там временный под заголовок потом опять но но до сих пор нет данных с бэка опять м2 а потом мы решаем что вот приходит аналитики говорит здесь просто напиши странице не найдено тебе нужно такой странице и все это будет прекрасно и мы такие блин да круто все и последний коммит у нас прекрасно там но мы бы не хотели эту показывать историю но нам говорят все вливай утрясено все круто вливай в общий репозиторий нам стыдно это показывать это был какой-то ужас есть команда которая делает из ветки отдельный коммит и никто не узнает что вы там делали сейчас сквошь 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 это у нас было двое в данном случае опять сработал перемотка не надо было ничего разруливать но Но если мы посмотрим на лоб мастера, никаких темп, темп 2, темп ничего у нас нет. У нас просто добавили все, что нужно в одном ковите. Скошем 2. Ну, тогда уже могут быть конфликты, и тогда будут команды такие, как мы привыкли работать при мерде. Но есть момент, что не создастся Merged Head, и надо будет использовать другие команды, о которых я тоже написал ранее. Есть еще такая полезная вещь, как перемещение одного коммита на другую ветку. Например, вот у нас был последний коммит ветки F2. Под заголовок страница не найдена. Все прекрасно. Запоминаем. Хотя можем и не запоминать. Мы переходим на ветку F1 и делаем гид. черепик F2. И это добавит нам, так как, помним, ветка ссылается на последний коммит. Все. Мы добавили, но были какие-то изменения. Гид посчитал, что он не может их разрулить и просит нас, как и про Merge, их разрешить. Ну, тут мы их, может быть, проблем разрешить. Страница не найдена. А, потому что здесь была пустая строчка, и мы ее заменили. Входящий. Пикантинни. Гид. Черепик. Пикантинни. Пикантинни. Все, и он добавляет. Только что мы перенесли из одной ветки заголовок в другую. Команда черепик позволяет нам делать не только это, но и несколько коммитов. Тогда они будут последовательно один за другим накатываться. И, возможно, придется каждый раз разрешать конфликт. Хочу спросить важный момент, ребяточки, вы живы? Скажите мне, пожалуйста. Мы на финишной прямой. Да, конечно. Супер. Не тяжело? А можно вопрос? Конечно. Какой-нибудь пример, когда нужно выбрать не Merge, а черепик? Конечно, без проблем. Когда нужно выбрать черепик? У тебя есть ветка мастер. Твоя разработческая. Такая серьезная. Даже назовем ее Dev. Вот здесь у тебя пошел релиз. Так? Который мы отправили доблестным тестировщикам, чтобы они нашли. Нас, дай бог им здоровья, проверили. Правильно, Никит? Ты меня слышишь? И они говорят, ребят, вот тут вот мы нашли баг. Ты приключаешься на эту ветку. Ну, правишь ее. И делаешь багфикс сюда. Вот он у тебя багфикс, условно. Багфикс. Но это же он атомарный. И этот же багфикс будет полезен и для Dev. И ты тогда делаешь черепик в Dev. Сумел ответить на вопрос? Да, спасибо. Ну, это вот основное использование его. А нельзя вместо черепика замерзнуть просто этот багфикс в Dev? Или это нарушит как-то историю разработки? Замерзнуть? А если тут был не один? Ну, там будет разная история. Что я имею в виду сейчас? Ты имеешь в виду, что мы вот отбранчевались, сделали замерзенный. И релиз обратно сюда. Так? Ну, да. Нельзя его обратно подмерзнуть. Но Dev может не стоять на месте. И тут же может быть ой-ой-ой, сколько коммитов. А, понятно. То есть нужно просто отдельной коммиткой. Да, это просто багфикс, ты там поправил заголовок, изменил функцию, хоп, и перенес ее туда. Ты ни за что больше не отвечаешь, это операция атомарная. Ни с чем ты не сконфликтуешь. Rebase. Rebase. Это переписывание истории. Похоже на черепик. Нарисую я вам еще картинку про Rebase. Вот у нас есть, опять же, наша любимая ветка мастер. В какой-то момент от нее доблестный человек отлучился, отслоился и решил что-то здесь разрабатывать. Но он разрабатывал медленно и понял, что уже в мастере ребята, плюс там команда, ого-го, сколько сделали. И ему бы хотелось эти изменения стянуть. Он делает условно Rebase. Что это значит? Это перебазирование истории. Когда он делает Rebase, в его ветку Feature добавляются все комметы. Где-то я, наверное, далеко ушел. Да? Ненормально. Которые были в разнице. А сверху его наслаиваются. И получается вариант, что как будто бы он начал разработку прямо сегодня. Что я имею в виду? Сейчас покажу в коде. Какой-то пример. Небольшой, но я придумал. У нас... Сейчас, минуту, пожалуйста. Я дико извиняюсь, но мне пишет очень важный человек. Правильное замечание. Я на самом деле закругляю скорую, ребят. гид. Чекаут. На самом деле с этой командой все просто. Я же не буду вам писать пример, потому что он просто перемешает историю. Можете попробовать, это как будет домашнее задание тогда. Просто сделайте в одной ветке, вот вы в мастере, с нее переключитесь на фичер 1 и сделаете там commit 1, commit 2. Потом вернитесь на мастер и сделайте commit 3, commit 4. И когда вы потом... Что я имею в виду? Вот. Вы переключитесь на фичер. Это просто как для эксперимента, чтобы с вами было понятно. это будет commit 1, commit 2. Потом переключитесь на мастер и по времени это будет commit 3, commit 4. Когда вы сделаете ребейс, у вас будет 3, 4, а потом только 1, 2. Ну, просто поэкспериментируйте. Это интересно увидеть воочию, потому что я долго не мог понять, в чем разница между мерч и ребейс. в подсказках, а в не подсказках, в презентации от подсказки и небольшое описание я вам оставил. Сравнение подходов тут тоже расписано. Хочется сказать основное. Есть правило простое. если ветка публичная, с ней работает несколько человек, то переписывать историю, использовать ребейс запрещено. Все время мерч, реквесты, черебики и так далее. Не делайте ребейс, потому что вы можете изменить глобальную историю и куча разработчиков потом будут расстроены и возможно придется очень долго говоряться в проекте, чтобы установить его консистентное состояние. хотел вам еще показать для разработчиков это возможно будет не полезно, но это вот команды для работы с удаленным репозиторием. Как мы говорили не раз, что есть git, а есть github. И вот github это хранилище репозиторий. Сделаем маленький эксперимент и закругляюсь. Вот у нас был репозиторий наш git, который здесь на моем рабочем компьютере. И тут я решил, что я хочу залить его полностью бесповоротно на github. Я делаю new git create repository. Тут прописаны разные команды, но нас интересует, что мы к существующему нашему репозиторию добавим. git remote это означает удаленно ссылку на репозиторию добавить. Все. У нас она есть. И мы хотим все туда залить. Все туда залить мы можем простой командой git push origin call. Да. Все. И у нас вся наша разработка переместилась скажем так на хостинг github. Вот. И еще две полезные вещи поработали с удаленными репозиториями. remote это origin мы использовали добавить команды которые вы можете посмотреть загрузка данных с репозиторией и отправка данных на них. Загрузка например что я имею ввиду вот мы возьмем файл. Это для ребят которые никогда не сталкивались и здесь его захотим поправить. несем какой-то комментарий и сохраним изменения. Есть команда gitfetch которая просто загрузит данные из удаленного репозитория в наш локальный но не применит их видите мы загрузили но никакого комментария у нас не получилось чтобы мы загрузили и применили комментарий мы должны ввести команду gitpool а мы пока не можем сейчас надо мертв выполнить ну сейчас сейчас я хочу посмотреть какие у нас удаленные ветки есть вот origin вот и мы потянули эти изменения к себе с помощью мерджа если мы сделаем либо gitpool то это будет gitfetch и gitmerge одновременно только ветка данная должна быть синхронизирована что я имею ввиду что он нам выдал ошибку что ветка наша f1 ни с чем не связана чтобы она была связана надо использовать команду gitpush минус u u это setup stream to сам branch и указать удаленный репозиторий ну аляс для него f1 все они связались и он сказал что все обновлено теперь вот gitpool бы сработал и он говорит все вновлено вот практические советы извините что сумбурно но я просто понимаю что я у вас уже два часа отниму практически советы по работе гид который я бы хотел выделить гид очень ну на него многие могут забить но я вам рекомендую в первую очередь не забивать и учиться решать вопросы через терминал я вам курс называется основа и постарался показать наиболее распространенные команды некоторые команды можно заменять через другие кучу информации кучу флагов которые позволят вам решать разные практические задачи то что я вам говорил резюмирую прокомит это законченная смысловая единица созданная с определенной целью не надо его мешать удаление веток после того как вы с ними поработали это отличная практика помните про семантические конфликты чтобы этого не было все время синхронизируйте с основной веткой черепики полезны но осторожно и если вы работаете в команде остерегайтесь или с осторожностью используйте Rebase на этом все простите что сумбурно не ожидал что выйдет на 2 часа там на самом деле намного больше я просто смотрю и уже все сокращалось спасибо вам большое что послушали есть ли какие-то вопросы у вас потому что я изложил у вас все и все Продолжение следует...